В 2016 году нашли двух новотрубников, которые были у нас, числились как бы безизвестные. Потом нашли их захоронение, установили, кто эти новотрубники. И вы знаете, что их захоронили на городском кладбище, в отдельные могилы. После того, как останки двух погибших в годы Великой Отечественной солдат новотрубников захоронили на родине, на предприятии ПНТЗ встал вопрос о том, чтобы увековечить их имена на обелиске у Вечного Огня. Специалисты решили удостовериться, что никого не забыли, и сделали сверку фамилий. Большую часть этой работы на себя взял Николай Чабин. Николай Александрович поднял исторические документы. Оказалось, дополнить списки на мемориалах у старотрубного и новотрубного заводов должны более 200 имен. Остался большой перечень людей без вести пропавших, с которыми нужно было с архивами работать. И благодаря тому, что архивы сейчас открыты, благодаря тому, что информация доступна для общего пользования, энтузиаст Николай Александрович провел колоссальную глобальную работу. И, конечно же, эти 202 фамилии найдены благодаря труду такого волонтера. Пополнять или не пополнять списки ушедших на фронт новотрубников в годы Великой Отечественной войны на Обелиске в Совете ветеранов ПНТЗ даже вопрос не стоит. Все единогласно голосуют «за». Эту идею уже поддержали акционеры и администрация завода. Это отдать должное всем, кто ушел на фронт новотрубникам, чтобы не был никто забыт. Большую работу проделал Совет ветеранов города по дополнению этих списков. Поэтому мы обязаны чтить память тех людей, которые отдали свои жизни за благополучие нашей работы. Все работы планируют завершить к 9 мая. Предполагается, на свободных пилонах появятся новые гранитные плиты с недостающими фамилиями. Это благодаря, конечно, нашим ветеранам, прежде всего, которые еще знают, помнят, как эта работа велась ранее. И, понятное дело, мы все время возвращаемся в свою историю и находим те моменты, которые каким-то образом не были отслежены. Мы, как профсоюзный комитет, как депутаты, тоже поддерживаем эту идею и, соответственно, помогаем им в восстановлении памяти. Столь масштабную работу, когда список на обелиске пополняют сразу две сотни фамилий, на Первуральском новотрубном заводе еще не проводили. Ранее были лишь единичные случаи, рассказывают специалисты. Несколько раз по просьбам родственников новотрубников имена героев увековечивали в камне. Однако масштаб не пугает. Все работы намерены завершить точно в срок. Открытие обновленного мемориала планируют на 9 мая. Юлия Томилина, Александр Захаров, Хроника дня.